МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Поговорим о плаге Гуебара. Мне достался вот сегодня очень свежий, даже, можно сказать, переспевший плод. Вот у него зеленые листья еще. Вот видно, да? Она подарила в ней, можно так сказать, на ферст. Но его поклевали птицей. Поэтому, можно сказать, что мне его подарили. О его пользе говорят очень много. Источники. Даже сейчас ему приписывают противораковые глости. Но действие было довольно интересное. Он не как антиоксидант действует. Экстракт Гуебар, Гуебар, или же анон. А он действует как подавитель питания раковых геток. То есть раковые клетки не могут слушать. И поэтому не размножать. Его используют в очень разных направлениях медицины, в народе. И что самое интересное, исследования о его антибактериальных, антиоксидантах, или остальных каких-то его свойствах, очень мало проводятся в мире. Такое впечатление состоится, что фарматические компании мира, фармацессы, не хотят приниматься этим вопросом. То есть это и не выгодно. Но здесь у нас на фармитринах он произрастает круглый год. Цена его бросовая. Есть и где-то там в Латинской Америке, в Бразилии тоже. Цены на него там в долларах, около 6 долларов в килограмм, в пяти. То есть здесь я вам уже озвучил, это практически, можно сказать, бесплатный год. Его добавляют в чай для вкуса, потом добавляют, используют как листогонное, используют как, ну вообще, от шеи даже. Но самое интересное, это его вот новое исследование по поводу рака. Гуэбана растет до одного километра в горах. Очень хорошо для стран, которые вот в Бразилии, вернее, в Южной Америке, там очень много высоких гор, где вот там вот растет Гуэбан. Вот, что еще не сказать, используют как сладости, десерты, ну вот и в основном и все. В Индонезии вообще, ну недозревшие используют как овощ. Вот, у него есть некоторые побочки, то есть вот от рака можно бороться и при помощи него, но в то же время можно получить болезнь Паркинсона, если ты будешь его часто есть, еще и косточки как-то там употреблять. В общем, он нейротоксичный, вот, этот фронт. Ну, я хотел его показать, как его использовать очень быстро. Многие не знают, как его разделать и едят его просто как мякоть. Вот, поэтому я покажу, как это делать очень быстро. То есть вот берем плод, ну, удаляем ветку. Разрезаем его, он должен быть мягким, пусть даже переспевший, лишнее мы удалим. Вот, вот так вот разрезаем, он внутри, вот он, беленький. Пости черные, говорят, что действительно они токсичны. Я имею в виду их есть не стоит. Внутри идет вот такая сердцевина, вот она вот на той стороне получилась. Мы ее убираем, скоро должна слазить легко. То, что вам не нравится, сразу убирайте. Какие-то мягкие части. Шкура отделяется, очень-очень легко. Для этого нам понадобится такая сеточка, она продается везде в магазинах Филипин. И, они ее используют, где же я делаю. А вот, они ее используют, эту сеточку, вот, как для промывки и как сетки, как вот для переноски. То есть просто эту грибану частями, вот такими вот, без шкуры, шкура нам не надо, и кидаем в эти сетки. Чем хорош этот способ, не надо выбирать кости. Еще раз повторюсь, мне его отдали, потому что покусали, наели его птиц. Ну вот, а на самом деле, цена у него все равно, очень маленькая. Где-то в районе, 50-30-20 бестон килограмм. Растет здесь все время. Они его едят не сильно, или птиц. Но растет оно грубо и будет. То, что нам нравится, убираем. Вот. Бойбана. Очень сладился, Макинская мель. Там его едят очень много. Здесь у нас только. Кажется, вещь на телевом. Вот, такими часами мы разделали. Убрали лишнее. Убрали. Вот его ствол. Такое вот. И вот тоже нужно убрать. 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 Пусть. А, не брать. Убрали. 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 О нем можно говорить немного. Что и делают в интернете. На YouTube-канале. Ну, сам я его употребляю довольно-таки. Постоянно. Мне нравится его вкус. Я видел, когда был вдавал, как полицейские стояли на дико за газоном. В перекрестке. Регулировали. В жару страшно. И у них была как бы смена. И они доходили. Я там тоже сидел. В кафе. Рядом. Ну, бар можно сказать фруктовый. И бармен делал им коктейлискую банку. То есть он довольно талисмирующий. Очень-очень имеет много витамины. Вот получаются вот такие вот длинные кусочки. Их все сюда. Вот. Недаром он называется. Никакая. Я был как-то сами виден. Какой-то. Ну, вот. Вроде бы ее скилали. Мне понравилось то, что она мне продавалась. Как бы демонстрация, что это зеленая, свежая. Сука. Это конечно приятно. Вот. Вот как бы получился отход. Потому что она перелет. Ну, это нормально. Вот. Вот так. Вот так. Белка. И так. Теперь вот берем эту скуплану. В этой сетке. И начинаем выдавливать стол. Постепенно. Не торопясь. Крутить не надо. Просто выдавливать. Естественно, руки у вас чистые. И опять идет в экран. Крутить не надо. Очень много клубанок продается на рынке бахеракан. А вау. Это сам знаменитый фруктовый овощный рынок. Ох да, вот так вот. Там очень многое. Крутую. Брать ее, в принципе, действительно надо не сделать. Темно-зеленого цвета. Данная салюты. Она разрушается в луке. Ее становится зеленый. Ну и пау. На ощупь становится мягкой. Продавляем. Вот. Снимаю, что скидировать так это можно. Пусть разгрят. Не рост. Его можно хранить в холодильнике. Если хотите сделать вообще супер бомбу. Можно сюда добавить сока марангая. Ну, марин. То есть, марангая. Это будет вообще, конечно же, определенная штука. Его используют еще как листогонная. Находясь в тропиках, мы все-таки рискуем очень много у нас. Здесь микробовый бацилл, которых нет. То есть, северо-широта. Которым мы не привыкли. Которым у нас нет иммунитета. Поэтому такие штуки надо употреблять. Как тут. Гуабана. Или же сметанное яблоко. Она же анонна. Вот. Ну, так же. Куркуну. Которая здесь. Курмелит называют. Ее очень много. Тут же на Баскарахане. Много печеного. Курмелит. 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 Также. Курмелит. Очень быстро и просто пиво. Держим, что увидим кусочками. Пять-шесть причинок раздавливает. бутылка, все это разговариваю через 15 минут и прекрасный напиток. В банке все просто. Выдавил и все. Вот это вот отходы и откуры. Довольно так. Грениво, ну и я. После того, как выдавили, желательно пропустить его еще через силу. Там какие-то меленькие, меленькие, есть такие семена или что-то такое еще плюс. В общем, это не повредит. Я так делаю всегда. Вот сколько, видите, получилось довольно много. Я его использую не за один раз. Его можно пить и на следующий день. Прекрасно себя чувствую. Его можно пить несколько дней, держа в холодильнике. Ну несколько, я больше двух не держал. Вроде бы все. Видите, да, вот такой крупный. Получилось вот такое. Это довольно немного. Остается только вычистить тесну. Хотя стоит она 10 мест. Можно ее менять достаточно. Остается вот такая волокнистая мякоть. Вот уже мисок. Такие черные семена. Которые мелят и используют. В общем, это как народные. Да. А теперь я его включу. Иди сюда. Как лазер. Как лазер. Как лазер. Как лазер. Как лазер. Как лазер. Ну вот оно просто лисит. Да, и честно, не происходит. Но это вот и лазер. Он весь перезон. Как лазер. Сыр уловается просто так. Весь перезон. Вот это все. Вот это все. Ну, это все. Вот, есть. Весь. 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 Ну, потом просто ее перетирали. Перетирай, знаешь, и санкции. Вот. Вот. Так вот все. Да, чувствуешь такие. Я стараюсь выдавать информацию, которую я проверил на себе в течение двух лет, находясь здесь следующий брус. Горее овощ. Это белок. Другой белок это Монжемаш. Я буду его готовить местный вид. Правда. Это Ритмирадёж. Довольно вкусно, питательно, а самое главное это белок растение. Если вас не тянет к животному. Меня чего-то в последние времена к животному как-то не тянет, не знаю. Хотя до этого я шикарно бил рыбу, а ночами здесь больше пилипинцев. Днем, правда, это мне не удавалось. Днем я смотрел ежей. Но последнее время чего-то в меня как-то. Аканина говорит, брат. Давай нам растите. Я кричу вам растение. Какие-то грузы как чечевица, бобовая. Фасоль. Ну и местный Монго. Монго здесь самый дешевый, самый распространенный. Есть и остальные чечевица. Это все привозная индийская штучка. Монго. То. Монго. Вы забили. И детки его и едят, и любят. Вот. Получилась вот такая вот целая миска сока. Который можно поставить в холодильник. Можно попробовать. в холодильник. Вот. Нормально густой. Видите, как льется. Реальная вещь. Сразу тонизирует. Сразу глаза открываются. Они и так не закрыты. Ну, в общем. Ваше здоровье. Вы там держитесь. Я верю. Мы увидимся. Счастливо. Не забудьте подписаться. Давайте жить одной семьей. Пусть это и на разных континентах. Ну, не совсем даже континентах. Но, скорее всего, на разных кусочках. Ваше здоровье. Настя. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Подпишитесь. Поставьте лайк. Вы это делаете часто. И разным малышам, которые тупо вот сидя за компьютерным столом умудряются наковырять массу красивую информацию. Продолжение следует...